Приветствую вас! Вы знаете, я думаю, что машина просто таким образом пытается повысить свою уверенность в ваших глазах, т.е. он хочет, чтобы вы видели, что он отбирает, значит, свои фразы какие-то, да, он хочет, чтобы вы видели, что он отбирает свои фразы, что он их цитирует и считает их, видимо, очень такими судьбоносными, вот. Он хочет таким образом повысить свою значимость в ваших глазах и, возможно, чтобы вы его более ценили, возможно, он считает, что так он выглядит лучше, возможно, он считает, что так вы его больше цените, возможно, он считает, что так вы будете лучше, ну, больше прикручиваться к его словам и так далее. Конечно, конечно, это довольно сомнительный способ повысить свою уверенность, свою значимость, точнее, не уверенность, а значимость свою в глазах женщины, вот. Конечно, это довольно сомнительная такая очень история, вот. Но, тем не менее, мы видим, мы видим то, что видим, и мне кажется, что такова особенность мужчины, с которым вы общаетесь. Это означает, что человек в некоторой степени самовлюблен, вот. А это значит, что, возможно, он обладает нарциссическими типами личности, нарциссическим типом личности, нарциссическими чертами. И, по факту, будет такая история, что человек может, например, вас как-то подавлять в будущем, вас будет принижать в будущем и так далее. Я просто хотел бы, чтобы вы имели это в виду, на всякий случай, да, не хотел бы, чтобы вас ожидали какие-то вот неприятные сюрпризы с этим мужчиной, потому что, ну, взятностью вот от нарциссических типов личности можно ожидать порой весьма неожиданных поступков, вот. И эти неожиданные поступки, они, к сожалению, могут болезненно ранить, особенно, что нарциссический тип, он, ну, он имеет такую, значит, имеет такое, я бы даже сказал, свойство иммигрировать, да, то есть, он имеет такое свойство, значит, притворяться, это свойство очень хорошо развито у людей подобного типа, и если сейчас он ведет себя с вами так, то потом он, возможно, будет ставить вам это в вину, то, что он вам помогал, то, что для вас сделал, ну и прочее, прочее, прочее. Вот, поэтому, пожалуйста, здесь будьте осторожнее, вот, и так далее, вот. Вообще, вот, знаете, если вы ведете разговор, да, с человеком на, допустим, какую-то, вот, личную тему, да, то есть, ну, на какую-то, ну, какую-то собственную тему ведете разговор, вот, то не очень, наверное, приятно, когда какие-то фразы, да, человек публикует, пусть даже эти фразы не отражают сути того же, о чем вы говорите, но, тем не менее, тем не менее, вот. И я думаю, что это означает только то, что мужчина в глубине души не очень важна вашей личной границе и ту конфиденциальность, которую вы от него, например, ждете в разговоре. Поэтому здесь, опять же, я рекомендую вам быть несколько аккуратнее и, ну, возможно, не спешить с тем, чтобы ему доверять, не спешить с тем, чтобы с ним делиться. Пусть даже не советы он дает хорошие. Ибо в любом случае не исключен вариант, что у мужчины все же есть к вам интерес, вот, личный, даже если он его не проявляет, вот. И, опять же, лично мне не хотелось бы, чтобы вы попали, чтобы вы попали на это, чтобы вы как-то потом страдали. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.